Двенадцать три Такова общая разница шайф в первых периодах этой серии Именно ударно проводимые юностью стартовые трети стали неразрешимой проблемой для Динамо Молодечно И решили исход противостояния Мы плохо начинали первый период и юность в свой момент реализовывала, а мы нет В любой игре, когда, допустим, на весах, если ты забиваешь вовремя гол, который не предопределяет дальнейшее направление или ты пропускаешь Поэтому я считаю, что вот как раз в этой серии мы вовремя забивали, где-то остужали пол соперника С такой командой сложно вернуться уже в игру, они уже играли по счету и контролировали игру Лишь в одном из поединков в третьем подопечные Юрия Файкова смогли отыграться Ту встречу здорово провел Станислав Кучкин, дважды реализовавший численный перевес Назревал овертайм Однако при счете 2-2 за три минуты до сирены молодечницы совершили роковую ошибку Не уследили за Станиславом Лопачуком, который впоследствии стал лучшим бомбардиром серии с шестью очками Это был ключевой момент полуфинальной битвы Каждый матч в принципе был упорный, особенно на выезде, если так посмотреть, мы анализировали По голевым моментам нам соперник не уступил, мы просто превзошли в реализации А в начале четвертой игры юность нокаутировала соперника 4-1 Менчане устроили расстрел 18-летнему голкиперу Владиславу Былинскому, который волею случая из глубокого запаса попал в основу У Бородуля и Белинского травмы А ни для кого не секрет, насколько возрастает в плей-офф вратарский фактор Просто была возможность для броска, поэтому бросал, старались долго не возить Но и да, хотели с самого начала побольше побросать, скажем так, проверить Опять допустили глупые ошибки, особенно первые три гола Даже, несмотря на то, что молодой вратарь, его даже обвинить в этих голах нельзя Сами допустили эти глупые ошибки и пропустили Ну и четвертый гол такой курьезный немного получился Дважды Былинского пробил защитник Андрей Антонов, который, как и Ногачев, вынужден был сменить амплуа и играть в нападении К слову, Антонов с 9 баллами на данный момент лучший бомбардер плей-офф среди игроков обороны Интересно, новое ощущение, скажем так, ты всегда, когда выходишь на смену Больше, наверное, времени уходит подумать сначала, как правильно расположиться Потому что все-таки позиция непривычная, но в целом, я думаю, неплохо получается Кроме вышеупомянутого Лопачука хорошо отыграли серию и его партнеры по звену Пять очков у Коголева по голу в каждом из матчей забил Сергей Дрозд Впрочем, Захаров никого не выделял и расточал комплименты всей команде Редкая для тренера хвалебная щедрость Я когда-то сказал им, что они какие-то немножко другие, чем были прошлые хоккеисты Они очень дружные, друг за другом стоят У них такая сплоченность, они вот сплачиваются Если то поколение было так делало, то эти совсем по-другому делают Эти правильные хоккеисты, и я думаю, они отработали хорошо Все сдали тестирование до одного, которое там уже по ходу действий Многие ребята доздавали, не успевали там Но они какие-то другие, они у них такой, знаете, у нас настоящий коллектив В стане «Динамо» молодично стоически восприняли поражение в серии 0-4 Для клуба, переживающего сложный в финансовом плане сезон, выход в полуфинал – потолок И серию за третье место выиграть ему будет тоже очень сложно В той ситуации, в которой находится клуб Вратарь у нас молодой парень, который вот две игры, первый играет вообще в сезоне Он молодец, хорошо отыграл, к нему претензий нет И вообще к команде нет претензий, молодцы, да, 0-4, ну что делать «Юность» классная команда Мы, я повторюсь, мы сделали все, что могли Все стараются, руководство работает И области, и клуба, и какими-то совместными усилиями стараются выровнять ситуацию Стараются, но... Ну, стараются Пока не выровняли, но стараются Перед финалом у «Юности» 8 дней игровой паузы И уже понятно, что свежесть будет одним из преимуществ мячан над оппонентом, кто бы им не стал Захаров не скрывал своих симпатий И предсказал победу А еще после поединка была затронута тема жестких критических высказываний Даниэля Корса в адрес Михаила Захарова Вы их наверняка читали Ответ тренера был не слишком развернут и включал отсылку к одной музыкальной композиции, которая, видимо, отражает его жизненную философию Не хочу даже про это, кто такой Короса? У Короса, знаете, на высшем уровне 40 матчей за КХЛ У Лапучука 60 Ну, знаете, у всех хоккейстов, мы все разговариваем, у Чупреса, у них столько игр на высшем уровне У него 44 матча, все, о чем можно говорить? Ну, его уровень белорусского чемпионата максимум, максимум, все Почему он тогда такой мастер? Мне даже неинтересно Даже неинтересно, знаете Послушав песню хорошую, снайперы поют Как говорится, история Ну, там интересные слова Говорят, да, я говорю, мне этот курс Я пишу свою историю Собаки лают, а мне здорово И постоянно пахнет порохом Молва На небе все давно устроено Один из поля будет воином И я пишу свою историю Сама